В своем выступлении президента Азербайджана Ильхам Алиев коснулся ряда важных вопросов экономического взаимодействия в регионе. Как известно, республика сотрудничает со странами-членами Союза на двухсторонней основе и имеет хорошее отношение на высоком уровне. За исключением Армении, конечно. Глобальные и региональные проекты, которые развивает Азербайджан, вызывают высокий интерес со стороны других стран. Вот какие из направлений вы бы особо отметили? Ну, можно отметить уже то, что господин президент в своем выступлении привлек внимание, это транспортные возможности Азербайджана. И то, что у нас самый большой флот торговый на Каспии, и самый большой танкерный флот, и то, что мы модернизировали полностью порт Аляты. И в этом смысле, конечно же, Азербайджан готов предоставить логистические свои возможности и услуги странам-партнерам. Ну, а это и Россия, это Казахстан. А через Казахстан имеет возможность подключиться к азербайджанской логистике Киргизстан и Таджикистан. Так что это одна из возможностей, о которой говорил господин президент. Ну и наш нефтепровод, с учетом тех проблем, которые сейчас возникли из-за санкции в транспортировке казахской нефти через Новороссийск, Азербайджан готов поддержать и обеспечить диверсификацию этих поставок на международные рынки через азербайджанскую трубопроводную систему. Это второе. Ну и плюс у нас ведь достаточно развитые торгово-экономические отношения со всеми этими странами. Ну вот чуть ли не удвоение произошло торгового оборота с Казахстаном. Процентов на 20 вырос торговый экономический оборот с Россией. Я думаю, что показатели мне трудно сказать. Я сейчас не оперирую теми цифрами, которые по первому кварталу с Белоруссией, с Киргизстаном. Но там тоже, я думаю, что по крайней мере снижения объема торгово-экономических отношений нет. Так что Азербайджан, конечно же, заинтересован в поддержании традиционных торгово-экономических отношений со странами, которые входят в Евразийский экономический союз. Ну, как и раньше, это реализовывать будет, основываясь на двухсторонних соглашениях, которые с ними имеются. А вот говоря как раз-таки о развитии транспортных маршрутов, нельзя обойти стороной, конечно же, за Гезурский коридор. Как вы оцениваете его потенциал для экономики всего региона, а также его геополитическую роль? Ну, если мы примем во внимание, что объемы перевозок через территорию Азербайджана, ну и в прошлом году, особенно в этом году, в первом квартале, ну чуть ли не там удвоение, утроение этих объемов идет речь. Понятно, что существующие маршруты взять на себя вот такой растущий объем перевозок не в состоянии будут. И чтобы не возникали узкие места, конечно же, нужно и дополнительные ветки. И в этом смысле за Гезурский коридор железнодорожный и автомобиль сыграет свою очень большую роль. И я уже не говорю о том, что благодаря этим маршрутам Армения, которая на протяжении 30 лет вопила на весь мир о транспортной блокаде, в которой ее загнал как будто бы Азербайджан и Турция, ну вот, пожалуйста, вам предлагается построить небольшой участок, 44 километра, даже не построить, а восстановить, и вы получаете транспортный выход через Азербайджан на Россию, на Центральную Азию, на Иран. В то время, как я еще раз повторяю, для Азербайджана это в первую очередь, конечно, связь с Нахичеванью и с дальнейшей перспективой выхода на Турцию. Я думаю, что в ходе переговоров, которые состоятся сегодня в Москве, и армяно-азербайджанские с участием российского и президента, и вице-премьера Аберчука, безусловно, этот вопрос будет очень серьезно обсуждаться. Мы до конца года подведем и автомобильную дорогу, новую, по самым современным стандартам построенную, и железную дорогу к границе Армении. И дальше уже дело будет за Арменией и за Россией, которая управляет железными дорогами Армении. Я надеюсь, что на этой встрече, в части восстановления железнодорожного маршрута через Мегли, не ограничится благими пожеланиями, а будут уже подписаны протоколы, в котором будут конкретные сроки финансирования, управления, реализации не такого же сложного проекта на территории Армении. Вот как раз-таки, выступая на заседании, Ильхам Алиев также отметил, что товарооборот Азербайджана со странами Евразия в прошлом году вырос на 31% и составил 4,7 миллиарда долларов. А вот за отчетный период этого года, с января по апрель, товарооборот также увеличился, но уже на 38%. Какие факторы повлияли на данное увеличение и вообще какие продукты представляют наибольший интерес? Ну, мы с вами знаем, я вообще не экономист, вы, по-моему, как и на моих случаях, меня должны знать, что в мире наблюдается инфляция достаточно большая. И это, безусловно, отразилось и на ценах тех товаров, которыми мы обмениваемся. Поэтому, когда мы говорим о росте объемов взаимного торгового оборота, если вычесть вот эту инфляционную составляющую, которая, ну, в целом, не в позитив, наверное, показатели будут, ну, значительно скромнее. Ну, мы зерно покупали из России за одну цену, а потом пришлось покупать чуть ли не на 30-40% дороже. И другие, я думаю, что и встречные поставки точно так же растут цены, ну, во всем мире они растут, поэтому это надо как бы принять по вниманию. Но в целом, да, конечно, мы как партнеры заинтересованы в том, чтобы эти объемы увеличивать. Никаких препятствий в этом смысле нет. Дело в том, что Азербайджан, хотя и не является членом Евразийского экономического союза, и мы не в едином таможенном пространстве, но, тем не менее, действуют правила свободной торговли, которые подписаны между странами, являющимися членами СНГ. И мы, ну, в этом смысле, НДС, как бы в наших торговых отношениях не взымается во время пересечения границ. Так что эти и другие, я думаю, что моменты, безусловно, будут стимулировать развитие торгово-экономического оборота между нашими местами. Я благодарю вас, Рася Меалим, спасибо вам большое, что ответили на все наши вопросы. Всего доброго, до свидания. До свидания. А я напомню, что актуальную тему сегодняшнего дня мы обсудили с депутатом Азербайджанского парламента Расимом Мусабековым.